друзья всех приветствую небольшой экскурс в электрические работы хотя сразу скажу что я не электрики профессиональной электрикой я не занимаюсь тем не менее на данном автомобиле rx 450h гибрид есть одна небольшая проблема у него отсутствуют дневные ходовые огни включать руками постоянно свет фар меня запаривает то есть как мы можем видеть здесь у нас есть положение авто которая работает у нас только при недостаточной освещенности и в этом положении когда мы автомобиль глушим и открываем дверь водителя у нас все освещение автоматически гаснет но при таком режиме днем у нас соответственно фары как можно видеть зеркале гореть не будут и что приходится делать обычно я включаю габариты вместе с туманками то есть при включенном зажигание у нас будут загораться габариты и противотуманные фары но если проворонить момент и в запаре покинуть автомобиль соответственно у нас останутся включенные габаритные огни и можно засадить таким образом аккумулятор в общем включать туда-сюда свет запаривает и поэтому я буду ставить сюда систему автоматического включения габаритных огней и противотуманных фар логика действия будет достаточно простая при включении зажигания и страгивания селектора с положения паркинг у меня будут загораться автоматически габаритные огни и противотуманные фары при этом ручка у меня будет находиться все время в положении авто и при затемнении фары будут автоматически включаться ближнего света почему мне не надо чтобы днем у меня автоматически включались в том числе и фары ближнего света это потому что они все-таки у нас как вы можете видеть диодные и сокращать ресурс данных диодных фар при работе днем мне не хочется поэтому я минимизирую проблемы и буду днем ездить только на габаритах и туманках и при этом это все должно автоматически включаться и выключаться чтобы я забыл про ручку включения и по запаре они у меня не остались в рабочем виде на всех машинах у меня эта система установлена была и в том числе на тех машинах которые есть они все работают по похожей схемотехнике для реализации данного алгоритма мне потребуется два реле любые две релешки со стандартными коннекторами и схема примерно будет работать каким образом вот у нас два реле мы видим и плюс который будет приходить от задних фонарей при включении задней передачи то есть когда мы страде и селектор спаркинга мы в любом случае будем проходить через задний ход и он будет включаться при этом у нас будет на контактах появляться плюс данный плюс у нас пойдет на катушку реле и будет замыкать управляющий контакт на который у нас будет приходить плюс от зажигания то есть и гнишен это плюс который появляется при включении зажигания как только у нас сигнал от и гнишен пришел на управляющий контакт мы делаем схему автоподхвата реле она реализуется вот в таком вот виде на двух диодах то есть первое реле у меня управляющая и основанная работа у него на автоподхвате задний ход пришел плюс ушел на массу замкнул управляющий контакт пошел у меня плюс от и гнишена который закольцуется и обеспечит автоподхват реле до того момента пока мы не выключим зажигание дальше плюс у нас уходит на второе реле и уже включает сигнал от габаритных огней так как у нас на ручке включения света висит сигнал от тэйл там положительный плюс который надо всего лишь замкнуть на массу вот таком виде я его реализую все у кого есть мозги тот примерно сам все поймет дальше уже работаете по схеме от конкретного автомобиля ну а я начинаю заниматься подготовкой вот этой данной схемы на основе двух реле здесь как можно видеть я подготавливаю проводок с диодом сигнал по которому будет идти от плюса заднего хода и дальше сделаю развязку автоподхвата как можно видеть подготовлено управляющая реле самоподхватом установлен диод на автоподхват диод на задний ход и продолжаем в итоге вот таком виде у меня будет выглядеть сборка реле еще раз повторюсь это пошел сигнал заднего хода здесь то что надо у меня уйдет на массу который прикрутиться к кузову этот провод у меня пойдет на и гнишин плюс при включении зажигания и этот провод у меня будет вход от габаритных огней ну что ж друзья продолжаем наше изыскание по установке системы автоматического включения габаритных огней и противотуманных фар разобрал я немножко панель приборов и сразу скажу что разборка это не мой конек не люблю этим заниматься и без необходимости вообще рекомендую не заниматься разбором салона потому что разбирается все достаточно напряженно и некоторые вещи стопудово они блин вот сломаются то есть один пистон у меня сломался потому что настолько прочно сидела панель что ну когда дергаешь уже кажется что просто сам пластик сломаешь поэтому берите на заметку без необходимости не лазьте и если вы отдаете автомобиль на какие-то работы связанные с разборкой салона то попросите ребят чтобы они максимально аккуратно подходили к данному вопросу иначе просто половину они пластика переломают чтобы снять вот эту большую накладку кстати на заметку здесь есть тойотовский один интересный чмошный прикол первый винтик будет у вас когда вы снимете накладку с выключателями всевозможными и дальше идете под подстаканник вот он подстаканник в таком вот виде он закрытый ничего из него не видно а за этим подстаканником есть винт крепления чтобы до него добраться вот эту нижнюю часть надо отстегнуть и вот там вот видите отверстие и внутри есть еще один крепежный винт вот имейте в виду если его не открутите просто вы нафиг отломаете подстаканник потому что иначе панель не издергивается как бы я долго кубатурил что за дела в итоге все таки я нашел как до него добраться вот этот пистончик у меня частично отломился потому что сидел как в последний раз очень крепко все с пластиком разберетесь снимите аккуратно верхнюю часть защитных кожухов и нижнюю часть рулевой колонки и дальше получается что мы имеем сейчас включу зажигание значит фишка в чем один управляющий провод у меня должен взять сигнал от габаритных огней габаритные огни я нашел это у нас провод такого розоватого цвета в общем ладно телефон не наводится потом сами разберетесь ничего сложного в этом нет по схеме найдете сигнал получается бляха муха с телефона снимаю поэтому друзья по чмошному получается иногда картинка телефон нифига не наводит в общем получается да елки палки раз два третий контакт вот он оранжевый что ли в общем к нему надо зацепиться будет сделаете так продолжаем память на телефоне кончилась пришлось кое-что подтереть в общем габаритки найдете тут управляющий сигнал идет плюс приходит при включении получается габаритных огней у вас масса появится на контакте все это дело я прозваниваю вот такой контроль проблем в этом нет дальше получается сигнал и гнишин это плюс который приходит у нас при включении зажигания я взял с дворников фишка управления дворниками вот она у нас и получается попробую показать вот он такой голубоватый провод к нему я подцепился на нем постоянный плюс у меня приходит при включении зажигания не стал тянуть провода сюда на кнопку потому что чем ближе есть возможность подключиться тем лучше и все дальше получается меня что будет интересовать при включении зажигания у меня получается плюс сюда пришел управляющий гнишин управляющий сигнал с габаритов мы взяли остается найти сигнал заднего хода по схеме я уже посмотрел по электрической что где находится вот цепляем нашу контрольку на массу и получается самая нижняя колодка в боковой части красный провод вот видите на нем сейчас висит у меня масса если я поставлю заднюю передачу у меня появился плюс данный управляющий плюс как раз мне позволит включить реле и оно перейдет на режим самоподхвата дальше после того как мы уже поставим позицию драйв плюс у нас не будет заднего хода зато уже постоянный плюс пойдет вот здесь с гнишина то есть запомнили это все что нам нужно и после того как соответственно мы зажигание выключим у нас питание на реле пропадет и система автоматического включения габаритных огней с противотуманками выключится сейчас я вкратце проводок накину чтобы протестить систему и покажу что получилось ну что друзья испытываем систему включаю позицию авто в любой позиции в принципе работать моя система будет но моя задача сохранить функционал авторежима в этом авторежиме у меня уже автоматически при затемнении будут включаться диодные фары но проверим в позиции ноль я кинул времянку пока управляющий на реле включаем зажигание все как можно видеть у нас габаритные огни не горят сейчас я вручную включу их вот видите я вручную включаю вот у меня габарит вручную пошел работать и в зеркало видно включились у меня габаритные огни и выключились все теперь задача проверить в работе мою схему реле по задней передаче зажигание включено так перевожу на драйв смотрим будет включаться моя система или нет оп все система включилась поставил драйв габаритки у меня работают можно использовать либо габариты либо дополнительно подключить в штатном режиме туманки сейчас покажу видите автоматически у меня включились габаритные огни и туманки для дневного хода можно использовать либо полный комплект либо только габариты габариты у меня на диодах достаточно яркие возможно с ними только буду работать все поездили по городу перешли в паркинг как можно видеть все у нас горит ничего не выключается сейчас я зажигание выключу и у меня вся эта система моя автоматически должна выключиться все как можно видеть автоматически габариты и туманки у меня отключились что мне и требовалось для полного счастья друзья потому что память как ни крути девичья плохая ну я забываю выключать реально вот эти ебаные габариты а тойота почему-то профухлыжничала в этом вопросе и не сделал автоматическое отключение габариток при выключенном зажигании на некоторых тойотах присутствует данная функция например на камре в сороковом кузове там все нормально работает а вот на лексусе почему-то они сделали алгоритм совершенно другой все ставим режим авто и проверяем систему в авторежиме у меня хоть в сервисе и светло но в любом случае почему-то ближний свет всегда срабатывает но на всякий случай проверим не глючит ли наша система да все нормально работает все срабатывает и выключается все что и требовалось доказать то есть в авторежиме у меня функционал штатный сохранился фары будут загораться автоматически при затемнении в общем еще раз берем на заметку стараемся делать все подключения максимально близко к управляющим сигналам реле я закрепил вот здесь сзади на винт массу получается под штатный болт и сейчас мне останется аккуратненько дотянуть провод на колодку заднего хода и попутно я еще здесь произведу отключение омывателя фар который срабатывает автоматически при включенном ближнем свете то есть вы хотите омыть стекло лобовое и если у вас включены фары автоматически сработает на фарах омыватель и большое количество жидкости будет уходить в никуда и плюс если на улице зима и все это дело подморожено то бывает так что омыватели эти рога отсюда вылезут и здесь же и застрянут вот в таком выдвинутом положении ну и потом детвора берет и все это дело ломает поэтому вот эту функцию сейчас я выключу по схеме по схеме примерно я нашел провод управляющий сейчас буду его искать чуть попозже сначала разберусь с автовключалкой фар и потом перейду на выключение омывателя все как можно видеть аккуратненько я провода уложил насколько это было возможно так же надо не забывать что здесь у нас оставить запас нужно для провода видите чтобы он мог у нас складываться то есть имейте ввиду на максимально выдвинутых позициях все должно у вас четко работать управляющий провод аккуратненько по штатной проводке прячем и все по фэн-шуй аккуратненько изолируем друзья берите на заметку очень долго как бы я здесь уже ввожусь с электрикой где-то часик уже наверное я занимаюсь туда-сюда зажигание включаю проверяю свою систему и подсел у меня аккумулятор аккумулятор на гибриде 450 находится в багажнике вот здесь он находится под пластиками в общем имейте ввиду это он небольшой маленькой емкости поэтому если вы долго с машиной собираетесь заниматься какими-либо электрическими работами сразу ставьте зарядник и спокойно занимайтесь этими всеми вопросами электрическими я этот момент проворонил и вот сейчас пришлось поставить его на зарядку потому что 9,5 вольт он мне показал еще такой момент интересный то что касается гибридной техники она не боится морозов потому что данная аккумуляторная батарея которая в багажнике стоит она вспомогательная только включает силовые реле условно а сам запуск двигателя уже проводится с помощью высоковольтной батареи которая под задними сидушками расположена то есть у него электрическая батарея под задним сиденьем там внутри стоит и соответственно данная высоковольтная батарея уже обеспечивает запуск двигателя поэтому в любой мороз она этот двигатель раскрутит и заведет как бы сто процентов никогда ни разу за свою практику я не слышал чтобы гибрид в мороз не завелся он может только не завестись если у вас задняя батарейка сядет тогда достаточно просто что-то подключить чтобы у вас реле сработали и он у вас запустится это вот большой плюс гибрида техники морозов она абсолютно не боится все удалось разобраться с омывателями фар нашел я нужный заветный проводок который надо отрезать и находится он на блоке бу кузова то есть получается у нас вот этот разъем хитрожопый его снимаете и находите голубой проводок вот я его отрезал сейчас просто заизолирую все запомнили отрезаем и забываем про него благополучно все после его удаления у нас в штатном режиме работает получается омыватель на лобовое стекло и при включенных фарах уже омыватель фар у нас срабатывать автоматически не будет только будет работать с кнопки с память как будет наконец-то моя эпопея с электрическими работами подошла к окончанию мобильчик аккуратно собран и сейчас проведем окончательную проверку того что у нас получилось заводим автомобиль ради у нас загорелся переключатель в нулевой позиции свет я выключаю так люк открыт это у меня багажник открыт там стоит зарядник на автомобиль я проехал получается 900 километров средний расход 10.4 и 9.7 какой из них какой тут пока я не разобрался 10 и 4 это наверное скорее всего общий завод порядка 1000 километров и 9 и 7 это с момента обнуления походу последнего так ну что тестим мою включалку так еще раз смотрим за ситуацией все как можно видеть у меня включились габариты если потребуется можно дополнительно штатной рукояткой и задействовать включением противотуманных фар пробегаемся по всем позициям все путем приехали на место заглушили автомобиль и все у нас погасло автоматически что и требовалось сделать спасибо за внимание друзья всем удачи до новых встреч счастлива